Десна ТВ Единый государственный экзамен 2020 года. Мнение очевидцев. И волнение, оно вообще ушло на нет. Как-то я сейчас на экзамен хожу так. Ну, экзамен, экзамен. Как-то ничего такого вроде важного нет. О эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска. По состоянию на 9 июля 2020 года, по данным Роспотребнадзора Смоленской области, в городе Десногорске зарегистрировано 136 положительных случаев в КАФИД-19. Надо сказать, что под наблюдением медико-санитарной части находится 72 человека. 69 человек находятся на дому, 3 человека наблюдаются в стационаре. Надо отметить, что третью неделю подряд наблюдается положительная динамика в снижении заболеваемости и КАФИД-19, и пневмониями, и острыми респираторными заболеваниями. Положительным является и то, что на сегодняшний день в инфекционных отделениях медико-санитарной части наблюдается и лечится всего 25 человек. Для сравнения, три недели назад у нас эта цифра подходила к 50. Настораживает то, что информация, которая поступает из европейских стран и Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что послабление режима приводит к очень резкому и быстрому переходу ко второй волне заболеваемости. Поэтому еще раз призываю вас не расслабляться, по-прежнему носить маски, дистанцироваться, особенно в магазинах. И я прошу вас, все же делайте замечания своим соседям, друзьям, которые не соблюдают и очень рано расслабились. На сегодня это вся информация, которую мы хотели вам сообщить. Благодарю за внимание. Будьте здоровы! Основной период единого госэкзамена этого года в самом разгаре. Стартовав 3 июля, выпускники уже успели сдать географию, информатику, литературу и русский язык. Из-за эпидемиологической ситуации местом проведения ЕГЭ в Десногорске была выбрана школа номер 4. Первый экзамен у меня был русский язык, 6 числа. Я особо не переживала, хотя обстановка была достаточно накаленной из-за температуры воздуха на улице и из-за того, что нам всегда нагонялись, что будет очень страшно, будет сложно, будут вас проверяющие, очень терзать. Но было вообще не страшно, все прошло спокойно. Марина на себе узнала, что ЕГЭ не так страшен, как о нем говорят. Как и раньше, важное мероприятие остается по силам тому, кто к нему был подготовлен. Но из-за особых эпидемиологических мер не обошлось без нюансов. Не очень получилось то, что все приходят в разное время и приходится ждать. Но даже это время на пользу, можно настроиться, успокоиться и собраться с мыслями. Перчатки, маски были необязательны, но я пришел в перчатках. Обрабатывали руки антисептиком, открывали окна. В целом сидеть в классе было достаточно удобно. Был измененный график сдачи экзаменов. Если раньше их основной период приходился на май-июнь, то в этом году – на месяц позже. Я считаю, на самом деле, большим плюсом то, что нас передержали. То есть то, что мы писали не в мае, а у нас сегодня. Вы будете позже, позже, позже. В итоге написали в начале июля. То есть это дало целый месяц для подготовки. Мне кажется, это большой плюс. И волнение, оно вообще ушло на нет. Как-то я сейчас на экзамен хожу так. Ну, экзамен, экзамен. Как-то ничего такого вроде важного нет. Экзаменационный период у выпускников продлится до 25 июля. А особые эпидемиологические меры, помимо прочего, сделают ЕГЭ этого года по-своему уникальным и запоминающимся. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 10 июля в Десногорске облачно. Температура днём плюс 20, ночью плюс 11. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь с компанией Десна-ТВ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!